Всем привет! Сегодня общение с парнем снова не задалось. Он лег с полчетвертого, а вчера вечером ему местное начальство свернуло кровь. Он решил отыграться на мне. Поэтому сегодня речь пойдет не о работе, а об общественном сознании. Если кто не знает, у меня художественное образование. Я знаю это дело изнутри. Когда учились в художественном училище, нас отправляли на этюды, на наброски, куда-нибудь на стройки, на заводы, на железные дороги. Чтобы мы находили там интересные ракурсы, интересные ритмы. В общем, как-то решали пространство. И, как правило, дальше решение пространства дело не шло. Поэтому неудивительно, что когда дело дошло до диплома, и, скорее всего, доходит, по сей день мало что изменилось, то люди очень напряженно скрипят мозгами в поиске интересного сюжета, интересной темы. Кого-нибудь заносят в церковь, где они молюют вдохновенного Андрея Рублева. Кто-то пытается изобразить что-то личное, расставание, встречу. Шуры-муры, короче. И хочется сказать художникам, что пока вы будете заниматься вот такой фигнёй, вы будете художниками от слова худо. И это не изменится до тех пор, пока вы не обратите свой взор на тех, кто обеспечивает вас всем необходимым. Строит дома, делает мебель, вводит машины. Почему бы художникам, особенно тем, которые уже имеют вход в разные галереи, бросить вызов обществу, не прибив свои причиндалы к мостовой, а изобразив вместо уютного интерьера или пейзажа бригаду спасателей, педагогический состав какой-нибудь школы, бригаду скорой помощи, бригаду строителей и так далее. В общем, думаю, моя мысль лисна. Но, с другой стороны, чтобы художники изобразили тех, кого я перечислил и всех остальных, кого я не назвал, нужно, чтобы эти самые бригады, трудовые коллективы показали, что они достойны быть изображёнными хотя бы в цифровом формате. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok